Порча на работу. Как ее определить и снять? Порча – это энергетическое воздействие, которое сознательно совершается неприятелями для нанесения вреда. Одним из самых распространенных способов отрицательного влияния принято считать порчу на работу. Чаще всего наличие порчи чувствуются интуитивно. Человек, подвергшийся негативному влиянию, начинает ощущать дискомфорт. Настроение резко падает. Учащаются скандалы, а неприятности ходят по пятам. Трудности на работе периодически появляются у каждого человека. Однако проблемы, вызванные порчей, не решаются. Жизнь превращается в одну сплошную черную полосу, лишенную просветов. Не все люди верят в оккультизм. Но когда воронка негатива утягивает, скептицизм пропадает. Важно вовремя принять меры, а главное понять, есть ли на вам порча и как ее снять. Неприятности случаются, и это нормально. Ненормально, когда ничего, кроме неприятностей, в вашей жизни не происходит. Чтобы самостоятельно узнать, есть ли на вас порча, на утрату работы следует привести анализ своего состояния, есть ли перечень основных признак, которые сигнализируют о том, что вам целенаправленно перекрывают дорогу. Вас внезапно выгнали с работой. При попытках найти новую работу, вам постоянно отказывают без всяких на то причин. Вы постоянно меняете одну работу на другую. У вас есть работа, к которой не лежит душа. На работе все идет плохо. У вас наблюдается перемена в настроении. Заметное ухудшение здоровья, истощение, боли в мышцах и суставах. Близкие отказывают в поддержке, хотя раньше вы такого за ними не замечали. Деньги утекают сквозь пальцы. Даже после зарплаты они у вас не задерживаются. Вы постоянно конфликтуете. Вы испытываете стресс, который невозможно снять. Помимо всего, что докучает вам день и за дня, вы вдобавок находите странные предметы на работе. Иглы, булавки, вколоты в стол, дверные косяки плинтуса, куски ржавого железа, клубки волос, ниток, шерсти, кучки земли или песка у порогов или около стола. Прочие подозрительные предметы, которые вы или ваши коллеги раньше не замечали. Как снять порчу? Перед тем, как перейти к ритуалу снятия порчи, вам нужно понять, что порча – это в первую очередь сгусток низкочастотной отрицательной энергетики. Любую отрицательную энергию можно подавить или обезвредить, обладая внутренней силой. Ваша сила – это позитивная энергия или энергетика любви. Вместо того, чтобы насылать ответные проклятия, простите обиды. Не уподобляйтесь этим людям, рано или поздно зависть сожрет их изнутри. Каждое зло, причиненное другому, всегда возвращается. Таковы законы мировоздания. Пожелайте завистнику счастья. Ритуал снятия порчи с солью – это самый лучший, а главное надежный и эффективный обряд, способный нейтрализовать чужое вмешательство. Соль обладает не только целебными свойствами, но и активно используется в магии, потому что умеет вбирать в себя любую негативную энергетику. Для снятия порчи лучше всего использовать белую крупную соль. Вам хватит небольшой горсти. Во время проведения ритуала вас никто не должен беспокоить. Возьмите блюдце и бросьте в него соль, затем произнесите заговор. Простите все, кого случайно я обидел, кому насолил, кого оскорбил. Прощение прошу я. И у себя. Магическая соль. Завери все плохое из жизни моей, освети ее и очисти меня. Сказано – сделано. После того, как прочтете заговор, смойте соль из блюдца проточной водой. Ритуал следует проводить на протяжении месяца, через каждые три дня. Правда, порой хватает и несколько раз.